Петя, не вздумай говорить с девушками о компьютерах. Одевайся стильно, Петя. Они любят, чтобы вам почитали стихи. И так ненавязчиво её пригласи на чашечку кофе. Им это нравится, поверь мне. Алло? Петя, это тебя. Тебя девушка. Девушка. Брат, если это Ася, Лиза или Наташа, то меня нет. А если это Катя или Марина, то я возьми. Это Ангелина. Просто музыка, это наша жизнь. Ты за неё держи, ты за неё держи. Привет, меня зовут Сергей Ульянов. И ты в моей вселенной. Добро пожаловать, если ты сюда пришёл или пришла. С тёплыми эмоциями, с хорошим настроением и с добрыми помыслами. Если это всё так, то я тебе рад. Сейчас немножко поправлю. Лампу, чтобы она красивее в кадре выглядела. Ну что же, сегодняшнее видео очень серьёзная тема для меня. И если ты решаешь, хочешь ты и знаешь, ну, в общем, нужен ли тебе психотерапевт или нет. Если ты не знаешь, хочешь ли ты туда пойти, к нему или нет. И ты не знаешь, как себя вести, о чём можно разговаривать, что он тебе... О чём ты можешь говорить, какая у вас система взаимоотношений. Если у тебя есть все эти вопросы, то я тебе попробую что-то по своему опыту рассказать. Понятное дело, что я живой человек, у меня моя уникальная жизнь. И, кстати говоря, это видео будет весьма продолжительное в формате видеоблога. Если ты хочешь, налий себе чиречко, кофеечко, приготовься к тому, чтобы интересно, качественно, продуктивно и позитивно провести время и сделать этот процесс для себя максимально комфортным, я вот себе тоже налил. Немножко надел белое, чтобы немножечко подчеркнуть тему вот этих белых стен, да, без окон мягких. Шутка. На самом деле, хочется сказать о том, что, да, я остановился на том, что я живой человек, и у меня моя жизнь абсолютно уникальна, нет ни одной точно такой же жизни, как у меня, и я прекрасно это понимаю. Поэтому то, о чём я буду говорить, нельзя воспринимать в контексте какого-либо совета или какой-то рекомендации. Каждый человек сам для себя определяет то, что для него важно и что для него нужно, и как он себе вообще видит свою личную систему ценностей, да, свои выборы, которые каждый из нас делает. Поэтому если ты что-то услышишь, что тебе непонятно или с чём ты не согласен или не согласна, то твоё мнение абсолютно имеет право на жизнь, точно так же, как и моё, и моя задача здесь не кого-то привести к каким-либо спорам, а как раз-таки делать что-то классное, конструктивное, да, и полезное как для себя с точки зрения самоанализа, так и для тебя с точки зрения какой-то новой полезной информации. Возможно, ты уже встречаешься с психотерапевтом или с психологом, и поэтому у тебя есть возможность что-то о себе, да, тоже там себя, свой опыт соотнести с моим каким-то образом и тоже на эту тему подумать, для себя вынести какие-то инсайты. Сразу скажу, что моя жизнь весьма вообще в тесной связке с вот этой тематикой психотерапии, психологии очень тесно была связана. С самого детства у меня и подруга, её мать психолог, и у второй подруги тоже мать психолог, и подруга потом впоследствии начала учиться на психолога, и как-то вот я на всё на это смотрел с детства, и там уже все такие слова, как NLP, там вот эти вот все там, что там какие есть, фрустрация, вот эти вот все слова там, что там ещё такое есть слово, личные границы выражения, да, вот это всё, я с этим начал сталкиваться достаточно рано, но сразу скажу о том, что мне, я уж не знаю, посмотрят эти люди, о которых я сейчас говорю или нет, моя задача сейчас никого не обидеть, не оскорбить, а поделиться своими чувствами, мне кажется, что это правильно, я имею право на своё мнение, на свою личную жизнь, на своё, да, на свои решения, и когда я говорю о каких-то темах спорных, мне хочется говорить об этом как по-честному, не хочется сейчас лить какой-то ебалу вам в уши и рассказывать про то, там, как про все какие психотерапевты просветлённые, в общем, по моему опыту общения с психологами, которые были рядом со мной, да, взрослыми людьми, я всегда относился к этой профессии как к людям сапожников без сапог, высокоэмоциональным, эмоционально нестабильным, очень истеричным, ну, то есть, людям, которым бы самим бы не мешало бы, в общем-то, сходить к какому-нибудь специалисту. Да, я сейчас опять-таки говорю, это не с точки зрения оскорбления, а с точки зрения моего первой эмоции, ну, то есть, когда ты идёшь, да, условно, ну, вот, да, будем говорить про сапожника, да, да, ты ожидаешь, что он тебе сделает, починит, да, твою обувь, но это, конечно же, не говорит о том, что у самого сапожника может быть вообще деньги на эту самую обувь. Точно так же и с любым специалистом. Нет, хочется, чтобы эта тема, как раз-таки, мне кажется, сейчас весьма актуальна в связи с интервью Ксении Собчак и Елены Блиновской относительно того, что многие увидели Елену Блиновскую, о том, что она какая-то неидеальная, да, и мне кажется, что вот когда ты начинаешь ходить на психотерапию, ты вообще понимаешь о том, что вообще идеальных людей не существует, что нет никакого-то такого человека или такого, не знаю, предмет, не предмет. В общем, даже вот, казалось бы, там, дорогущая техника Apple, да, у меня не коннектится мой телефон с макбуком. Я уже несколько дней этим занимаюсь, я гуглю всякие статьи, обзываю всякие сервисы. Ну, то есть, ничего не получается у меня там использовать мой телефон в качестве модема для ноутбука или, например, не получается передать картинку с моего айфона на мой монитор для того, чтобы записывать для вас видео фронтальной камерой, да, не фронтальной камерой, а обычной, чтобы качество стало лучше. Даже у идеальной, классной, дорогой техники есть какие-то недостатки, и она не будет идеальна во всем. И это надо принять, да, каждый человек не может нравиться, во-первых, абсолютно всем, во-вторых, каждый человек может быть одновременно и хорошим персонажем, и вот в рамках сказок, да, и не очень, да, каждый из нас совершает для кого-то хороший поступок, там, я не знаю, условно, я не знаю, уступить, не знаю, там, в транспорте место бабушки или беременной женщине, да, ты все равно будешь для кого-то неправ, да, для бабушки будешь неправ, если ты уступишь беременной женщине, если ты уступишь бабушке беременной женщине, ты будешь неправ. Это все очень такие детские примеры, но они такие весьма показательные. И сейчас, когда я говорю о том, что я видел этих женщин как сапожников без сапог, мне всего лишь хотелось сказать о том, что я на тот момент тоже жил с какой-то определенной политикой, с политикой того, что есть где-то какие-то идеальные люди, просветленные, просветлевшие, которые знают о ней все, абсолютно все, и все могут на свете порешать, все на свете могут исправить, все на свете знают, как правильно, как неправильно, как сделать так, чтобы разбогатеть, как сделать так, чтобы там найти мужа, как сделать так, чтобы там построить свою жизнь И так далее, и так далее, и так далее. Я прожил 3-4 года и могу точно сказать, что таких людей не существует. Все самые мудрые йоги наверняка пукают во сне. И я, конечно, не могу говорить за всех людей на планете, но что-то вот мне подсказывает, что они пукают тоже, значит, не идеально. Тоже, уходя в ретриты какие-то на месяцы, наверняка кто-то грустит, кто-то скучает по ним. И кто-то хотел бы, чтобы этот человек сейчас был не 3 месяца, где-то заряжался солнечными лучами, а находился рядом дома. И поэтому, конечно, для всех людей даже этот супер просветленный человек не будет идеальным. И поэтому, конечно же, в моем детстве у меня сложился неправильный паттерн поведения того, что, конечно, женщина может быть эмоциональной, конечно, женщина может ощущать обиду, конечно, женщина может… не у каждой женщины и не всегда может все складываться в личной жизни. Если не складывалось 5 лет назад, это не значит, что не будет складываться всю жизнь. И, конечно, у каждого человека из-за этого могут быть какие-то истерики, какие-то не сдержанные реакции. И более того, я хочу сказать, что на сегодняшний день, что эти женщины позволяли мне видеть эти реакции, это я сейчас могу сказать, вот даже, блядь, наворачиваются слезы, я надеюсь, что получится. Хочется, да, это сказать правильно, то, что мне мама моей подруги там при мне устраивала какие-то истерики, это говорит лишь о том, что она относилась ко мне с большим доверием, ко мне как к человеку и позволяла войти в дом как к сыну, да, меня кормили там, ну, даже одевали в этом доме там мать моей подруги, мы с ней, она всегда говорила, вот у меня есть двое детей, там, ты и ты, там, мы, ну, там, шутку в полусерьез называли мама вдвоем. А сейчас я такая сука, говорю, что она истеричная натура, которая, у которой не все складывается в личной жизни. Вот я мудачила, конечно. Блядь. Ну, я признаю это и хотел бы, чтобы, наверное, этот момент на видео тоже остался, потому что я могу сейчас нажать стоп и все перезаписать сначала, чтобы никого не обидеть. Но я уже это произнес, я уже это подумал, да, и я думал об этом неоднократно, о том, что, да, не бывает идеальных психологов. И сейчас я бы хотел сказать о том, что если кто-то, кто-то дал тебе возможность поглубже узнать о своей личной жизни, значит, я заслужил большого доверия, а сейчас я как-то этим доверием распорядился не очень, не очень, не очень. Что тут еще скажешь? Не очень, я им распорядился. Но, давай так. Многие люди, и я слышал об этом, я сейчас не буду говорить за всех, я, как уже повторюсь, буду говорить только за себя, и я считал, что психолог – это человек, который не испытывает грусти, всегда веселый, всегда там суперобеспеченный, всегда есть все классно, все в жизни. Но это же не говорит о том, что у человека не может быть каких-то в какой-то период, каких-то трудностей на работе или каких-то сложностей в семье. Все мы так или иначе когда-то со всем этим сталкиваемся. Но это не говорит о том, что человек обладает какими-то некачественными знаниями. Я же не знаю, как она работала, правда не знаю. Может быть, она спасла, и судя по отзывам, она помогла не одному десятку людей стать чуть-чуть счастливее, получить какую-то радость, какое-то счастье, какую-то любовь, какую-то поддержку, какое-то внимание. А что тогда, если не это самое важное в нашей жизни? Специалисты, мы идем к специалисту. Зачем? Чтобы решить наши вопросы. А если в этот момент специалист сам чувствует себя не очень хорошо, но при этом отдает все, что может хорошего другого человека, разве не это настоящий профессионализм? В общем, такое, я не знаю, понимаешь ты, к чему я веду или нет. В общем, в детстве у меня складывался дурацкий дебильный паттерн того, что психологи – это люди без сапог, сапожники без сапог, что они никому помочь не могут, себе еще бы сначала помогли. Вот такие вот были мысли у меня, если вы смотрите те, про кого я рассказываю в этом видео. Если вы смотрите это, можете вот так вот подумать, какую змею вы на, какого дебила вы на шею себя пригрели и домой к себе позвали. Да, я вот на самом деле думал вот такое, что вы психолог, что вы сапожники без сапог. Хочу сказать о том, что и поэтому, когда я так или иначе начал понимать, что я эмоционально нестабилен сам, ходить к психологу – это было последнее вообще занятие, которое я хотел осуществить в своей жизни. Кстати говоря, хочу рассказать про такую историю. Однажды я воспользовался телефоном доверия. Мне было 14, по-моему, лет. Нет, мне было, наверное, 13 или 12 лет. У меня умерла бабушка, когда мне было 12, и она была мне вместо мамы. Моя мама достаточно рано развелась с моим отцом, наверное, мне было около 4 лет. Это не точно, я сейчас не знаю этих дат. И она начала встречаться с другим мужчиной, и достаточно быстро с ним съехалась. И был какой-то момент, когда она предлагала мне, вроде как предлагала переехать к ним, но как-то это было из серии, что да нет, тебе как-то хорошо, ты в этой школе уже со всеми подружился, зачем тебе переезжать. То есть я сейчас не могу сказать точно, было ли это мое решение, или меня все-таки на это решение уговорили, что да, я должен жить с бабушкой, а мама пускай живет отдельно, она будет приезжать на выходные. И как-то вот она как-то уезжала, и приезжала достаточно редко. Когда приезжала, это всегда был праздник какой-то, мы всегда были как лучшие друзья до какого-то определенного возраста. А потом бабушка умерла от рака. Она меня растила до 12 лет. Я уже не знаю, сколько лет, с какого получила. Ну, с самого детского сознательного возраста она меня растила. И у меня никогда не было ощущения того, что моя бабушка, моя мама, но по большому счету я сейчас понимаю, что так оно и было. Я ездил после работы к бабушке на работу со школой, мы вместе с ней. Она работала, кстати, в администрации президента нашей страны. Она работала еще с секретарем у Шушкевича. Это, господи, руководитель БССР, если не ошибаюсь. Если я сейчас что-то ошибся, можете... Ничего не надо со мной делать, напишите в комментарии, как правильно. Я ошибаюсь, я человек, я могу ошибаться. Если я не знаю, с кем работала моя бабушка на 100%, это ни о чем не говорит. Я просто не очень сильно интересуюсь политикой. А впоследствии моя бабушка работала в секретариате президента. И на улице Энгельса работала в этом большом резиденции. Я туда, маленький мальчик, 6-летний, поднимался по этим ступенькам. Там вокруг этого здания ходил такой постовой. По-моему, даже с каким-то ружьем, я не помню сейчас. Мне почему-то кажется, что у него было какое-то ружье. Типа там за спиной или что-то такое. Какой-то такой он там ходил. Может быть, я сейчас себе додумываю, но в моих детских воспоминаниях, мне кажется, что у него было ружье. Может быть, не было. Я поднимался по этим ступенькам. Я все время... Мне всегда было интересно, что он думает. Он думает, я сейчас просто какой-то прохожий мальчик, или я иду туда по делу. Я как-то брал тут большую, толстую деревянную дверь, открывал ее, проходил внутрь. Звонил там по внутреннему телефону. Бабушка меня спускалась, встречала. И я, как ребенок, обычно к маме приходит после работы. Приходил к бабушке на работу. Мы с ней сидели, рисовали дипломы после работы бабушки. Мне в школу. В общем, все то, что, мне кажется, все мои вовлечения технологиями, вот эти вот все от бабушки у меня. В общем, в 2000 году, вот как 2020 был пиздец год, в 2000 году был в моей жизни точно такой же. Поэтому в каком-то смысле я не очень, чтобы все верили в какие-то приметы, в какие-то цифры, вот это вот все. Но факт остается фактом. Поэтому как-то стремноватенько мне от 2040-го вдруг там что-нибудь тоже произойдет неприятное. Ну, может и произойдет, но произойдет что-то хорошее тоже. Поэтому не буду себя на это, как говорится, себе вот это планировать. В общем, бабушка умерла от рака. И мне пришлось переехать к маме жить, которая жила на тот момент с отчимом. У нас были... Отчим меня просто ненавидел. Он просто меня презирал. Он унижал меня, оскорблял меня. Он вытирал о меня ноги просто в прямом и переносном смысле. В прямом нет, в переносном. Столько ненависти, столько мерзопакостных вещей по отношению к себе я еще не слышал ни от кого в жизни. Никогда больше не услышу. И в общем, в один из этих моментов я позвонил в службу детской поддержки. В тот момент по телевизору очень много показывали вот этих вот реклам социальных служб, службы поддержки детей, анонимных линий. И я вот тогда вот мне было 13-12 лет, я решил туда позвонить. Я позвонил туда, чтобы поговорить на тему своего отчима, на тему того, как он меня унижает, оскорбляет, презирает. Он читал мне постоянно нотации какие-то. Мне сейчас очень тяжело про это говорить. Я, наверное, когда-нибудь коснусь в следующий раз более подробно этой темы про жизнь вообще с отчимом, про то, как это может быть. Я позвонил в службу психологической поддержки. Мы там долго, достаточно долго разговаривали с девушкой. Но пришли мы к тому, что она мне сказала, тебе, она говорит, тебе нужно взять своих родителей, маму и отчим, и пойти вместе к семейному психологу. Я говорю, в смысле, к какому семейному психологу? Он со мной поговорить не может, к какому семейному психологу? Она говорит, нет, тебе нужно, нет, нужно, короче, пойти к семейному психологу. В общем, это был единственный вывод, к которому она меня привела. Я говорю, с этим человеком невозможно разговаривать, никому он не пойдет. Ему не нужно налаживать со мной отношения. Это мне нужно с ним наладить отношения, а ему со мной налаживать отношения не нужно. Он ради меня не пойдет никакому семейному психологу. С другой стороны, я вас часто говорю, я не знаю, может быть, блядь, нет. Да никто бы не пошел никакому семейному психологу, смешно. Еще если это за деньги, так тем более. Еще подумали бы, что я конченый. Точнее, не подумали бы, а сказали бы. Не то, что подумали бы, еще начал бы ржать на 100%. В общем, я тогда позвонил этому психологу. И после этого больше никогда, никогда не хотел не звонить никаким психологам, никаким специалистам. Я понял, что это все не работает, что они не могут тебе дать никакого нормального совета. Что они никак не могут помочь тебе решить твою ситуацию. Потому что для человека, который живет с невменяемым человеком, предложить ему пойти к семейному психологу. А тем более, это был 2000 какой-нибудь первый год. Но это то же самое, что, не знаю, сказать полететь на Луну. Полетите на Луну, это вообще вас сплотит. Полетите. Как туда попасть на эту Луну, как попасть на этот космический корабль. Сколько на это надо денег и вообще силы и вообще самое главное желание вообще это делать. Конечно, у меня было отношение к психотерапии, ну, мягко скажем, к психологии вообще такое. Плюс у меня еще была вот эта мать-подруги, да, одна мать-подруги, вторая мать-подруги. Я тоже смотрел, что они, может быть, они кому-то и помогают, дают какие-то советы. Ну, что-то вот у них в своей жизни как-то вот там были проблемчики. Я надеюсь, что все эти проблемы и ситуации разрешились, а вот мне пока никто помочь не может. И когда, как, собственно, я пришел к этой ситуации с психотерапией, у меня был мой преподаватель по вокалу, Паша, с которым мы несколько лет занимались. Он очень сильно, конечно, несмотря на то, что мы сейчас не занимаемся, он, ну, он очень изменил, если ты смотришь там мои видосы, да, если ты следишь за моим творческим, да, вот этим путем, за моей творческой дорогой с самого начала, ну, или у тебя есть возможность посмотреть какие-то мои выступления там от 14-го, 13-го года, которые еще лежат на этом канале, то ты, конечно, увидишь, что уровень и вокального мастерства, и харизмы, и вообще свободы благодаря ему очень сильно раскрылся. Вот. И в том числе он весьма откровенно, мы так с какого-то промежутка времени начали общаться, он рассказывал о том, что он посещает сам психолога, надеюсь, я сейчас никакую конфиденциальную информацию не разгласил, но это было таким большим козырем в рукаве о том, что было бы неплохо мне туда походить, даже не потому что, даже не потому что я, моя эмоциональность мешает мне петь, а это очень сильно, я, наверное, все-таки остановлюсь на этом, потому что психологическая зажатость, когда ты находишься сжатый нерв в комке постоянно, вот я сейчас тоже попробую расправить плечи, чтобы немножечко освободиться от неудобной позы, в которой я сидел, вот, положу, вот я про пот говорил, да, в прошлом видео, вот, здравствуйте, пожалуйста, вот, посидел 20 минут уже, только надел рубашку, все, уже все, какие мне вещи носить вообще, чтобы мне носить вообще 20 минут и все, нужно вещи снимать, или потом сидишь, вот это тоже, из-за чего вот эта повышенная нервозность, из-за того, что ты вот все время теперь должен сжимать эти плечи, ты должен их сжимать, потому что, если ты, если я вот вышел в этой рубашке на людное место, то все, я теперь не могу вот сделать вот так, не могу сделать так, я все время должен вот так вот ходить, вот так вот что-то передавать, вот что-то, чтобы никто не увидел, что у меня пот на эти подмышки, это в том числе очень сильно сковывает, это, конечно, не одно и не основополагающее, но в том числе, из-за чего, когда ты находишься в куче, в комке нервов, ты не можешь петь нормально, ты не можешь себя позиционировать, ты не можешь выступать, и это я говорю как человеку, у которого театральное образование вообще-то, который только и занимался тем, что сцентвижением, актерским мастерством, сценической речью, хореографией, вокалом, наконец, да, это говорит человек, который с самого детства всем этим занимается, насколько важно все-таки, когда ты очень в себе закомплексован, как это важно отпускать, потому что это мешает твоей карьере, мешает тебе самовыражению, мешает твоей эмоциональности, мешает твоему, мешает тебе жить в прямом и переносном смысле, мешает тебе жить, когда ты закомплексован, это мешает жить. И мой преподаватель по вокалу, у него была своя такая техника, вокальная, он был такой вокальный психолог, я не знаю, но он это впоследствии уже понял из наших занятий, что в процессе мы там говорили на какие-то темы эмоциональные, он меня этими, отпуская эти темы, я расслаблялся и мог петь. Ну, то есть, многие там зажимы, многие вопросы по тому, что я не могу какую-то ноту дотянуть, они не потому, что я не могу ее дотянуть, а потому, что я зажал всем, а потом, когда ты не можешь дышать, как ты можешь петь, если ты... Это я сейчас утрирую, конечно, но по большому счету это даже хуже. Если ты не можешь дышать, если ты не можешь говорить, если ты не можешь быть свободен, о каком пении вообще идет речь, тут поговорить бы нормально. В общем, и в какой-то... Ну, то есть, он вот заработал над моим вот этим расслаблением в том числе, были у него разные технологии, он сам много ходил, ну, в смысле, ходил, посещал психотерапевта, и поэтому предлагал мне это сделать, и в какой-то момент, когда он уже начал замечать о том, что у меня появились какие-то суицидальные мысли, когда я очень сильно расстраивался из-за того, что вкладывал огромное количество денег, которых у меня нет, в продвижение своих какие-то там песни, в какие-то клипы, вот это вот все, когда он видел, как я сильно, как я очень болезненно реагирую на то, что вот я выпустил там трек, а у меня там на него три лайка в инстаграме, при том, что я знаю, что этот трек, не то, что я думаю, уверен или там мне кажется, я знаю, что это, ну, очень классный трек, что он очень сильный, он очень сильный по посылу, в нем есть большой смысл, что он сделан качественно, что он сделан с очень талантливыми людьми, и все то, что это сделано, это звучит как радио, звучит как песня, которую мог бы исполнять любой другой более популярный артист, но просто ее исполняю пока я, я и все, ну, то есть это не то, что из-за этого была огромная боль, потому что ты выкладываешься на 100% в музыку вкладываешься, а у тебя, а твои усилия просто вот этими, да, алгоритмами социальных сетей просто аннулируют, и ты смотришь, какой-то человек выложил просто фотографию с дачи, и она у него набрала там 15 тысяч лайков, а ты выложил песню, над которой ты работал 2 тысячи, там, 2 тысячи, как я говорю, там, 2 года, она набрала там 3 лайка, ты просто, у тебя наворачиваются слезы, я сейчас занимаюсь херней, потому что сравнивать себя, вот этой фрустрацией, фрустрация это что? Это фрустрация, это когда ты испытываешь стресс от того, что постоянно себя сравниваешь с окружающим миром, и вот это происходило настолько постоянно, и ты не мог понять, как это работает, ты не мог, в общем, это загоняло в такие невероятные просто минуса, что я приходил на занятия уже с потухшими глазами, приходил уже, я приходил поплакать, приходил по... ну, я не плакал, но я имею в виду поныть, вот как же, как же я устал, как же я больше не могу, но при этом я все равно не бросал музыку никогда, как бы я ни ныл, это тоже особенность моего характера, вот так вот поныть, поныть, но не бросать музыку, и все равно продолжать, все равно, ну, и вот сейчас, на сегодняшний день, я постараюсь получать от всего удовольствие, да, я выкладываюсь очень сильно, да, я стараюсь, чтобы это было... да, я расстраиваюсь, когда это не приносит какого-то ожидаемого мной результата, да, но я теперь понимаю, что я никогда не перестану это делать, нужно просто анализировать свою жизнь, понимать, что может быть и так, и так, и так, и получать удовольствие от процесса. Если ты знаешь, что ты не готов сейчас получить 3 лайка на свою песню, то, наверное, проще подождать того момента, когда ты будешь в ресурсе, чтобы получить эти 3 лайка, и вне зависимости от этих 3 лайков идти довольным, нужно знать, что ты сделал то, что ты мог, ты сделал все, что от тебя зависело, и эти 3 лайка не сделали эту песню ни хуже, ни лучше, я все равно знаю и ценность, и человек, который разбирается, он всегда это оценит и увидит, вне зависимости от того, 3 там лайка или 3 миллиарда, 3 миллиарда 300 тысяч, 333. 3 миллиарда, 333 миллиарда, 333 миллиона, 333 тысячи, 333 лайка, да? Вот это вот все неважно. Ну, в общем, на тот момент я находился в очень тяжелом положении, и мой преподатель по вокалу говорил, слушай, сходи к психотерапевту, причем именно к психотерапевту, не к психологу, потому что психолог – это любой человек, который окончил какие-нибудь психологические курсы, получил диплом после двухмесячных курсов и, в принципе, может себя называть психологом. Чем отличается психолог от психотерапевта? Психотерапевт – это врач, который получил психологическое образование и, более того, постоянно находится на медицинской практике, работает, может быть, с больными, с наркоманами, с зависимыми людьми. Больными в каком смысле людьми? Наркоманы – это же болезнь, наркомания – это болезнь. С алкоголиками, в общем, с людьми, которым помогает, с людьми с психологическими расстройствами. То есть, это человек, который находится в постоянной практике с очень острыми группами населения. И, конечно же, имея такую практику, обычный человек уже намного проще. Я смотрел там, тут же Андрей Курпатов, у него такая же история. После таких людей, у которых такая сложная ситуация в жизни, такие запредельные эмоции, с людьми, у которых еще плюс-минус все не дошло до такого предела, работать, конечно, проще. И, в общем, говорил он мне про этого психотерапевта раз, два, три, 15, 20. Очень много раз он мне говорил, постоянно мы разбирали какие-то истории. Он про свой опыт общения с психотерапевтом своим рассказывал. И ключевой всегда у меня момент был только один – деньги. Где взять деньги? Нет этих денег, их нет. Это не то, что мне жалко, их правда – нет. Ну, всегда аргумент был один – это то, что если ты сейчас не сделаешь свою жизнь лучше, то ты никогда этих денег не заработаешь. Инвестиция в тебя, в себя, в свое здоровье, в свою нервную систему, в свое... Ну, в будущее свое, да? Если ты счастлив, гармоничен, то ты сможешь изменить свою жизнь и заработать этих денег. Звучит красиво, правда, да? Но где этих деньги взять? И, ну, постепенно я начал отказываться от одного, от второго, от третьего. Я уже сейчас не помню от чего. У меня, по-моему, курсы по английскому были. Я, по-моему, от курсов по английскому отказался. У меня был спортзал, я от спортзала отказался. Иногда у меня была какая-то халтура, мне не нужно было ни от чего отказываться. У меня был и вокал, и курсы английского, и спортзал, и психотерапевт. Я успевал все, но я, например, перестал записывать песни, потому что денег на песню уже точно не оставалось. Иногда я оставлял все, оставался только психотерапевт. В какой-то момент деньги закончились, я перестал ходить к психотерапевту тоже. Было и такое. Ну, в общем, я отжалел эти деньги и пришел к психотерапевту. Психотерапевт – мужчина моего возраста. И я сейчас так вспоминаю, конечно, когда… Во-первых, я на первую встречу опоздал, каждая встреча длится 45 минут. Каждая встреча длится 45 минут. На первую встречу я пришел где-то там за 5 или за 10 минут до окончания. Я… Официальная версия была, что я задержался на работе. Вот. Я знал, что если я опоздаю на встречу, я все равно заплачу за нее, как за полную. Вот. Поэтому я даже ехал, несмотря на то, что я еду на 10 минут, я все равно… Ну, то есть, я уже решил, что я все равно доеду, хоть как-нибудь доеду. Я пришел, такой привет. Мне через какое-то количество времени мой психотерапевт вспоминал эту встречу. Он мне говорил о том, что ты пришел такой позитивный, пришел такой радостный. Говорит, а мне когда… Когда мне говорили о том, что ты… Что ты ищешь психотерапевта, мне говорили о том, что ты находишься в предсуицидальном состоянии, что ты готов сброситься с крыши, а ты пришел совсем другим человеком. Я почему сейчас об этом говорю? Потому что очень часто мы… Вот мне понадобилось… Мы встречались полтора года с психотерапевтом раз в неделю. Мне понадобилось очень много времени для того, чтобы перестать скрывать то, что я чувствую на самом деле. Вроде бы, кажется, я иду на психотерапию для того, чтобы рассказывать про свои проблемы. Я вроде бы про них и рассказываю, да, но все равно это не полностью, не откровенно. Не… Даже вот с этой первой встречи я испытывал какой-то огромный негатив, а я шел как будто бы на знакомство с новым человеком, на какой-то праздник, на вот это вот все. Плюс, конечно же, вот как если ты сейчас смотришь это видео и не знаешь, чего тебе ждать у психотерапевта, конечно, у меня тоже было огромное количество разных вот этих мифов, да, что психотерапевт тебе скажет, как надо сделать. Ну, это сто процентов. Ты наверняка этого ждешь, что этот человек, ты сейчас придешь, заплатишь деньги, ты ему расскажешь ситуацию про то, что вот у меня есть там такая-то проблема, вот есть такой выход, такой выход и такой выход. Куда пойти? Говори мне, я тебе деньги заплатил, рассказывай, что мне надо сделать. Этого не будет. У меня этого не было и у тебя этого не будет тоже. Психотерапевт может только тебя послушать, и в процессе, вот когда ты будешь это все произносить, разговаривать, рассказывать, вот это вот все, ты сам примешь это решение. По большому счету, как я себе сформулировал вообще встречи с психотерапевтом, и вообще, да, я еще забыл сказать о том, чем важен психотерапевт, тем, кроме, помимо образования, если у тебя тяжелая стадия депрессии, психотерапевт, он врач, и он может выписать тебе антидепрессанты. Этого психолог обычно сделать не может. Пришлось остановить видео, чтобы вспомнить, с какой темы я слетел. По большому счету, я себе сформулировал такое личное свое определение того, что такое общение с психотерапевтом, это общение с самим собой вслух при свидетеле. Почему это важно? Не знаю, сталкивался или сталкивалась ли ты с такой ситуацией, когда задаешь вопрос кому-нибудь, например, в кабинете с коллегами или дома, с родственниками или с друзьями, и ты спрашиваешь, например, так, а где у тебя, там, не знаю, или там, там, лежит... А ты был уже 10 раз, там, в гостях, например, где у тебя лежит, там, господи, вилки, например, а, точно! Да, или, например, и сразу понимаешь ответ, да, или, например, а что бы мне надеть вот на вот эту встречу? И сразу такой, а, точно, я надену вот эту вот эту. То есть тебе ответ даже другого человека не нужен, ты уже произнося вопрос, ты уже сам формулируешь себе ответ. И именно на этом и построена встреча с психотерапевтом. Когда ты находишься с ним в одном помещении, ты, по большому счету, сам рассказываешь все о себе, все, что ты думаешь, все, что ты... И когда ты потом уходишь оттуда, ты часто прокручиваешь этот разговор в голове и сам находишь разные выводы. Сам находишь все эти решения, и ты понимаешь каждый раз, когда, там, ты задаешь себе вопрос, а что я умею, там, например. И самый первый вопрос, который, там, тебе приходит, ответ, который тебе приходит в голову и является твоим мнением, на самом деле, на то, что ты умеешь лучше всего и то, что ты умеешь. Когда ты начинаешь думать, раскручивать эту идею, ты начинаешь уже в себе сомневаться, перестаешь уже понимать, умеешь это или нет, или нет. Но вот когда ты самый первый раз произнес этот вопрос вслух, ты уже тут же понял ответ. Лишь в некоторых случаях, периодически, там, психотерапевт может задать какую-то, может задать какую-то тему, да, если ты не знаешь, о чем ты хочешь поговорить. Или остановить тебя в какой-то промежуток времени в процессе твоей истории и задать себе какой-то сопровождающий вопрос из серии, из серии, там, а почему ты отреагировал так? Или, а почему ты не спросил? А почему ты поступил тем или иным образом? То есть, у тебя был выбор, то есть, можно было по-другому себя повести, но ты повел себя именно так. И через вот эти вот всякие вопросы, а почему ты думаешь, что тебе это не нравится, например, или почему ты думаешь, что тебе это нравится? Когда ты начинаешь вслух проговаривать свои эмоции, свои чувства, ты вдруг понимаешь, что ты находишь такое огромное количество ответов на свои вопросы, что это просто какой-то полный, ну, это какой-то, ну, эффект просто, ну, жизнь меняется, ну, не сразу, но через какое-то время. Все то, что ты раньше говорил про себя, но когда ты произносишь про себя, ты как будто бы произносишь, а вроде бы как бы и нет. Но когда ты приходишь и другому человеку об этом рассказываешь, да, вот часто, я обратил внимание, что часто вот мы наших друзей, там, или подруг используем в качестве вот такого же психотерапевта. Мы приходим, чтобы рассказать про какую-то беду или проблему, или про какое-то счастье, и ждем, что вот он сейчас тебе скажет, как, куда пойти и что сделать. Но вот психотерапевт как раз-таки отличается от друга тем, что он тебе ничего не говорит. Он тебе говорит, что любое твое решение, которое ты примешь сам сейчас, правильное, потому что ты его принял по такой-то причине. Он у тебя может задать себе вопрос, и ты ему ответишь, почему ты решил или решила сделать тем или иным образом. Поэтому, конечно, очень важно, очень важно говорить то, что ты хочешь сказать психотерапевту искренне. Потому что огромное количество времени, пока ты занимаешься вот этими формулировками, ты очень часто пытаешься говорить, иногда, вот произносить вслух сам неправду. Ты хочешь говорить то, что ты хотел бы, чтобы было. Ну, то есть ты начинаешь привирать. Когда ты приходишь к психотерапевту, ты приходишь, по большому счету, на разговор с самим собой. Когда ты просто начинаешь рассказывать, о чем не было, или какую-то неправильную интерпретацию событий, которые были на самом деле, когда ты начинаешь намеренно их искажать, ты не можешь тогда решить этот вопрос, не можешь решить эту проблему. Ну, и, конечно, наверное, каким-то одним из выводов наших встреч с психотерапевтом стали эти видео, в которых я откровенно говорю про пот свой в подмышках. Видите, что уже произошло за это время. И поэтому я откровенно говорю про какие-то свои фейлы, говорю про свои какие-то удачи, про какие-то, в общем, честно начинаю разговаривать про то, что меня беспокоит. И про свои ошибки, про свои правильные решения. Это тоже в том числе искренность, которую, если ты не будешь искренен, я для себя сделал вывод, можно всю жизнь прожить в каких-то иллюзиях. И так и не понять, почему ты жил не той жизнью, которую хотел, а потому что все время выдумывал вместо того, что было на самом деле, какую-то ерунду. Я сейчас это видео прерву. Здесь я еще не рассказал очень многого, чего хотел. Будет вторая часть. Сейчас сам как раз-таки пойду на встречу с психотерапевтом. И на этой теме, я думаю, что было много чего в этом видосе, в выпуске про подумать. Я потом выложу вторую часть. Если ты захочешь все-таки услышать продолжение, расскажу, что было дальше. И тебе такое оставлю небольшое задание. Посмотри сериал, который называется «Пациенты». Еще у него есть второе название «Лечение». На английском языке, по-моему, называется «Therapy», если я не ошибаюсь. Как минимум первый сезон. Это небольшие серии по 20 минут. Они как раз-таки представлены в жанре диалога клиента с психотерапевтом. В каждой серии разный герой. Там их несколько, пять, а потом они повторяются. Продолжение каждой линии двигается. Оттуда ты сможешь немножко больше понять о том, как себя можно вести с психотерапевтом. И это тот сериал, который, занимаясь с психотерапевтом, проходя терапию, который смотрел я для того, чтобы понять, что я могу, чего я не могу сделать вместе с ним. И очень. Это я гуглил очень много разных материалов на эту тему. И это действительно то, что заслуживает твоего внимания. Он не самый, чтобы легкий и простой, в том плане, что после него иногда бывает тяжело. Но это то, что возможно себе стоит пройти для того, чтобы понимать, для того, чтобы потом стало намного легче. Вообще очень интересный сериал. HBO, если что. Ничего говна не порекомендую. Ну, это все оценочное осуждение, понятное дело. Но, правда, пока искал ответ на для себя, что может дать психотерапевт. Искал много фильмов, сериалов. Все очень поверхностное, либо юмористическое, мало соотносящиеся с реальной жизнью. Вот этот сериал «Лечение» или «Пациенты» напомнил реальную жизнь, реальные ситуации. Очень тонкие, нереальные диалоги, классные ситуации. Поэтому обязательно, обязательно, обязательно must see, must see, да? Обязательно к просмотру. Вот такое задание я сделал. Следующее видео, наверное, сделаю через неделю. Продолжу эту тему. Делись своими эмоциями. Мне очень интересно, что ты можешь добавить по этому поводу. Хочу сказать, что этот разговор, правда, для меня был очень непростой. Рассказывать всегда честно, про личное, про мой опыт с моими близкими людьми, это всегда непросто. Но это было честно, и я надеюсь, что я никогда, я знаю, что я не буду об этом жалеть, потому что это все искренне, что я имею право на свои чувства, на свои эмоции. Это моя жизнь, и благодаря этому опыту я стану лучше. И если я стану лучше, то лучше будет и всему окружающему миру. Там вот эти все подписки, лайки, шеры, пожелания. Желаю тебе здоровья, ментального, физического, ментальное, это психологическое здоровье, если ты вдруг не знал или не знал. Я сам совсем недавно об этом узнал, что это слова-синонимы. Всегда думал, что только ментальное здоровье, наверное, что-то какая-то философская херня. На связи, продолжение следует. Продолжение следует...